Здравствуйте, друзья! На волне тревожных новостей о возможной эскалации конфликта между РФ и Украиной из страны побежали олигархи. На выходных из Украины вылетали чартерные рейсы, а также частные самолеты, которые принадлежат Ринату Ахметову, Борису Колесникову, Вадиму Новинскому, Василию Хмельницкому. А харьковский олигарх Ярославский так спешил удрать из Украины, что его кортеж даже по дороге в аэропорт сбил человека. Но круче всех, как обычно, отличились депутаты из ОПЗЖ. Еще на выходных мне стало известно, а затем информацию эту подтвердили и источники украинской правды, что депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович нанял чартер на целых 50 человек, чтобы вывести в Вену своих однопартийцев и их семьи. Не пойму, а что ж такого случилось? Ну ладно, когда своих граждан эвакуируют западные страны, там все понятно. А чего ж побежали ОПЗЖ бояться любимую Россиюшку, которая, если верит самим же депутатам от ОПЗЖ, наша братская страна, добрый сосед, стратегический партнер и вообще не сторона конфликта на Донбассе. Ну разве может такая страна на нас напасть? Ну вот, ОПЗЖ, как оказалось, считает, что оказывается может. Более того, с 2014 года, все последние 8 лет, все эти медведчуки, все эти депутаты от ОПЗЖ орали, что тут в Украине страшный фашизм, радикалы, которые разжигают русофобию и портят отношения с добрыми, прекрасными нашими соседями россиянами. Но только почему-то в течение этих 8 лет от вот этих всех страшных радикалов депутаты ОПЗЖ не убегали. Они все эти 8 лет сидели тут, ходили на заседания Рады, ходили на свои эфиры, никто никуда не убегал. И вот как только появились только слухи о том, что гипотетически любимое имя Россиюшка может сюда вторгнуться, как они тут же сразу сломя голову все бросили свои чартеры и побежали отсюда. Ну согласитесь, это странно, не так ли? Ну вы же только что называли этих людей друзьями, а теперь сами же от этих друзей бежите сломя голову. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, будет ли какая-то эскалация, в какой форме она будет. Но я точно знаю одно, что вот этих вот всех крыс, которые сейчас бегут с корабля, который даже не то, что не получил пробоину, а который попал в такой легкий шторм, вот всех этих крыс нужно запомнить. Обязательно запомнить. Вот именно такими. Потому что когда они вернутся, а они обязательно вернутся, недели через 2-3 они все вернутся сюда. И они все опять из себя будут строить очень крутых, могущественных, бесстрашных олигархов. Вот таких вот распальцованных пацанов из 90-х, конкретных хозяев жизни. Но запомнить их нужно именно вот такими, удирающими отсюда сломя голову. Потому что эти депутаты от АПЗЖ, они опять через пару месяцев будут рассказывать, что они такие народные защитники. Они будут всех спасать. Они будут защищать интересы своих избирателей. Они всех отстоят. Но по факту мы видим, что эти люди, которые кричат, что они за народ, что они будут всех защищать, они как только даже не то, что опасность какая-то появилась, а просто слухи о том, что возможно некая опасность, они сразу сели и улетели. Вы поверите, что эти люди действительно переживают за свою страну, за свой народ, готовы защищать интересы своей страны, готовы защищать интересы своего народа? Это просто плесень. И я очень хочу, чтобы вот эта информация максимально сейчас была распространена, чтобы максимально сейчас разошлось это видео, чтобы максимально сейчас все люди посмотрели на это, почитали про этих людей, которые улетают, и чтобы просто в будущем этим избирателям ОПЗЖ было просто стыдно, стыдно голосовать за эту партию этих депутатов. Вот просто, чтобы все, у кого возникала мысль о не проголосовать ли за ОПЗЖ, сразу вспоминали, как их вот эти вот избранники валили скопом из страны от своих любимых российских братушек и делали соответствующие выводы. Подписывайтесь на мой канал, друзья. Ну а если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете, что мои видеоблоги полезны и нужны, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.